Здравствуйте! Мы начинаем с вами курс лекций по дисциплине «Индидиальный жилой дом для студентов-бакалавров образовательной программы архитектуры». Меня зовут Маштакова Елена Константиновна. Я являюсь старшим преподавателем кафедры архитектуры и дизайн Карагандинского технического университета. Целью данного курса является ознакомление студентов со спецификой и принципами формирования жилой ячейки, а также умениями организации жилого пространства, проектирования индивидуального жилого дома с применением современных технологий. Темой сегодняшней беседы будет обзорная лекция, связанная с индивидуальными жилыми домами. Итак, мы с вами сегодня поговорим об общей характеристике объемно-пространственной структуры индивидуального жилого дома, рассмотрим классификацию основные типы индивидуальных жилых домов и коснемся темы современных тенденций в проектировании индивидуальных жилых домов. Малоэтажный жилой дом – это первичный элемент всей системы жилища, структуры, охватывающей все типы жилых домов и планировочных жилых образований. В связи с этим в настоящем курсе главное внимание уделяется общим вопросам формирования жилой ячейки, знания которых необходимо на всех уровнях проектирования жилища. В рамках композиционных задач процесс проектирования жилого дома – это поиск и разработка объемно-пространственного решения модели жилой ячейки, являющейся результатом взаимодействия внутреннего пространства жилья, его выразительной объемной формы. При этом внутреннюю организацию жилой ячейки следует рассматривать как вариант глубинно-пространственной композиции, членения которой на подчиненные пространства, то есть помещения, согласуются с особенностями функциональной организации жилья и возможностями строительных материалов. В данном случае красноречиво показано изображением, что собой представляет жилая структура. Это глубинно-пространственная композиция организованных и взаимосвязанных в помещении друг с другом. Внешняя же оболочка жилого дома представляет собой объемную композицию, ограждающую внутреннюю пространственную структуру. А дверные проемы, оконные проемы, лоджии, балконы, козырьки, фактура строительных материалов и тому подобное становятся средствами выявления, то есть приемами членения объемной формы жилого дома. Одно из важнейших преимуществ одноквартирного дома заключено в поэтапном расширении квартиры, ее реконструкции путем использования чердачного пространства на стройке или при стройке. Это качество, которое не обладает ни один из типов жилища, хотя вопрос расширения жилища в связи с ростом семьи всегда актуален. И перед вами представлен пример растущего дома, который может поэтапно формироваться в зависимости по необходимости роста семьи или роста потребностей в дополнительных пространствах организованной жилой среде. Индивидуальный жилой дом – это дом, предназначенный для личного или семейного проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина, вместе с хозяйственными и другими строениями, а также зелеными насаждениями. Объектами индивидуального жилищного строительства являются отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. По закону Республики Казахстан об индивидуальном жилищном строительстве от 20 декабря 2004 года за номером 13, статья 3, застройщик вправе построить жилой дом по любому проекту, не нарушающему установленные строительные и другие обязательные нормы и правила. Малоэтажные дома, выполненные по индивидуальному проекту, весьма разнообразны. Современные технологии позволяют застройщикам возводить жилые строения различных конфигураций с учетом всех пожеланий заказчика. Рассмотрим, какие виды домов бывают в наши дни. Все дома индивидуального строительства подразделяются на две основные группы для круглогодичного проживания и для временного проживания, например, на период летнего отдыха. Существует несколько популярных категорий домов, которые отличаются по функциональности и имеют разный внешний вид. По объемно-планировочной структуре индивидуальные жилые дома подразделяются на коттеджи, особняки, усадьбы, мансардные дома, виллы, пентхаузы, таунхаусы, дома с мезонином, загородные дома, садовые домики и прочее. Ознакомимся с каждым из них более подробно. Коттедж. Само название является английским. Коттедж это простой, одно- или полутораэтажный, может быть двухэтажный, но только предусматривается в виде мансарды со скатными потолками. Домик небольшой жилой площади. Классический коттедж может состоять только из двух – передней и задней комнат, как русская изба, пятистенок, для проживания одной нуклеарной семьи из родителей и детей, либо только супруги с обязательным приусадебным участком. В основном коттеджи строятся на загородном участке, но могут быть и в пределах города, а значит предназначены как для постоянного, так и для временного проживания. Как правило, на первом этаже располагается гостиная, кухня, санузел, котельная. На втором спальне нередко включает в себя гараж для лёгкого автомобиля. Непременная принадлежность коттеджа – это камин. Каминные трубы в классическом коттедже располагаются вдоль торцевых стен постройки, перпендикулярны коньку крыши, что мы можем наблюдать на представленном изображении. Перед вами предлагается пример классического английского коттеджа, в котором каминная труба, а наоборот, выставляется вдоль фасада и вдоль коньковой части кровли. Со временем коттеджи, конечно, претерпевают определенные видоизменения, с включением современных конструкций и современных отделочных материалов. Перед вами представлен один из таких примеров. Категория жилого дома, которая отличается, во-первых, очень популярна, а во-вторых, разительно отличается от коттеджа тем, что особняк – это большой, зачастую богато декорированный, отдельно стоящий индивидуальный дом, иногда дворцового типа, для постоянного проживания. Отличительной особенностью, кроме внешнего облика и размера, является, конечно, и больший состав организованных внутренних пространств, то есть помещений или, так называемых, комнат. Особняки современной постройки могут представлять собой, как классический особняк, находящийся в собственности одного владельца, так и клубный дом с высокими потолками, подземным паркингом, огороженной территорией. Само название говорит за себя, то есть оно подразумевает, что такого типа особняк включает достаточно часто большое количество гостей, а следовательно, предусматривает большие пространства общего пользования и значительное количество гостевых комнат или гостевых спален. Зачастую особняки оборудованы саунами, бассейнами, спортивными залами, большими гостиными комнатами с камином, огромными террасами и другими местами для летнего отдыха. Современный особняк отличает простор территории и изысканная красота. Как видите, перед вами представлен один из таких примеров современного типа особняка. Классического типа особняк перед вами представлен в виде симметричной композиции о художественной выразительности объекта, насыщенного элементами декора, достаточно строгий и в то же время торжественной. Но особняки не всегда бывают симметричными. Чаще всего современная архитектура подразумевает асимметричность, динамику и некую живительную линию формирования жилой структуры. В данном случае перед вами представлен современный особняк, но с применением колониального стиля. То есть здесь использованы элементы кровли в виде черепицы, насыщенного декора в виде отделочного материала из природного камня, а контрастное решение и наполняемость фасадов геметрическими видами оконных проемов, включаются колоннады, навесы и так далее. Более лаконичный и уже совершенно другой по своей объемно-планировочной структуре предлагается вариант современного типа особняк. Как видите, образы художественные здесь могут быть совершенно разнообразными. Следующая категория вида жилой структуры называется усадьба. Усадьба это уже комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек, составляющих одно хозяйственное и архитектурное целое. В состав классической усадьбы обычно входили особняк и несколько флигелей. Могли входить туда и оранжереи, и постройки для прислуги, ну и другие приусадебные постройки. Классическая усадьба представляет собой отдельное поселение со службами и угодьями. Парк, примыкающий к усадьбе, чаще всего носит ландшафтный характер. Часто устраивается пруд, прокладываются аллеи, устанавливаются беседки и другие элементы благоустройства. И пред вами предлагается, например, усадьбы, в которой вид сверху дает нам полную картину, как этот вид жилья представляется как элемент отдельного поселения со всеми к нему примыкающими угодьями и элементами благоустройства и дополнительных построек, примыкающих непосредственно к жилому дому. Главная черта любой классической усадьбы, в каком бы стиле она ни была построена, от классицизма до модерна и эклектики, это ее особая атмосфера. Спокойная, скромная и величественная одновременно. Отдельный семейный уголок для избранных, принадлежащих чаще всего к одной фамилии, это всегда родовое гнездо. Кроме этого, еще и существует такой тип усадьб, как фермерская усадьба. То есть это не просто жилой дом, это целый комплекс для проживания людей и соответственно ведения определенной сельскохозяйственной задействованной деятельностью. Как видите, перед вами представлен такой пример и огромные представлены угодья, которые принадлежат данной в фермерской усадьбе. Усадьбы современного типа, конечно, имеют уже преобразованный вид, поскольку здесь включаются и новые технологии, новые конструктивные решения, ну и соответственно, который отображает определенный уже более современный тип организации среды, среды проживания. Следующий тип жилья – это мансардный дом. Мансардный дом – это дом с отапливаемым жилым помещением под кровлей, которое круто поднимается от карниза, вот в данном случае можно это видеть, а у верхнего обреза окон, верхнего обреза окон мансарды образуется горизонтальный перелом и выше него крыша становится пологой. Вот пример вам представлен. Мансарда – это эксплуатируемое чердачное пространство, как жилое, так и нежилое помещение, образуемое на на последнем этаже дома, либо в последнем этаже части дома с мансардной крышей. Разнообразие образов мансардных домов очень огромно. Они разнообразны по стилистике, по размерам, по объемно-пространственной своей структуре, все зависит абсолютно индивидуально, насколько и какую закладывается идея в формировании того или иного жилой ячейки. Популярность дома с подобной архитектурой принес француз Франсуан Мансард своей работой в Париже в середине 17 века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей носит название мансарда по имени архитектора. Большое разнообразие конструктивных решений мансард позволило оживить облик домов и предложить самый разнообразный функциональный набор жилых и хозяйственных помещений. Геометрические формы мансард могут быть различными, иметь треугольный или ломанный силуэт, быть симметричными и несимметричными, как вот в данном случае вам предлагается для рассмотрения. Располагаться по всей ширине здания или только по одному его сторону от его продольной оси. Рассмотрим, какие виды мансард являются самыми распространенными. Это односкатная, обычная двухскатная или щипцовая, она еще называется. Четырехскатная, то есть раз, два, три и четыре. Называется вальмовая. Полувальмовая, двухскатная. Видим, что идет двухскат и незначительные вальмовые срезы. Полувальмовая, четырехскатная, мансардная и имеет еще и вид многощипцовые крыши. Разновидности всех вышеперечисленных в сочетании этих принципов друг с другом. При ломанной форме крыши в нижней части мансарды летают крутой уклон 60-70 градусов. А верхний пологий 15-30. Таким образом формируется более рационально организованное внутреннее пространство мансарды. Наружные ограждения мансард могут быть полностью утеплены, как например на первом примере. Либо только в границах отапливаемых помещений, ограждающими, решены поверхностями, с устройством последних наклонных, ломаных или плоских потолков. Следующий вид жилья называется вилла. Вилла это загородный дом, в большинстве случаев в итальянском стиле. Как правило на берегу теплого моря, крупного озера или крупной реки. Для украшения виллы обычно используют мрамор, ротонды, колонны, фрески. В настоящее время под виллой понимается отдельно стоящий жилой дом с элементами среднеземноморского стиля. Пред вами представлена, так скажем, в неком колониальном стиле выполненная вилла. Большинство современных вилл это одно или двухэтажные здания, редко трехэтажные. Характерным элементом современной виллы относятся псевдопортики, в данном случае входная часть называется портиком. Двухвальмовые крыши, крытые черепицей или ее имитацией. Колонны, перголы, о них мы будем с вами говорить на малых архитектурных формах. А трёмы, зимние сады, террасы с бассейнами, ну и прочими элементами. Пред вами представляется двухэтажная вилла современного типа, где характерной особенностью для вилл является доминирующее количество открытых пространств в виде балконов, лоджий, террас, лес, а также доминирующие площади остекления, решенные на частях посадок, которые дают панорамность восприятия изнутри окружающей среды. Трехэтажная вилла, как мы уже говорили, редко встречается, но тем не менее имеет место. В данном случае это современная вилла, но выполненная в стиле, колониальном стиле. Следующий вид или тип жилья это пентхаус. Пентхаус являлся в своё время изначально как бы техническим помещением, но со временем это помещение стало жилым. Люди его адаптировали под жильё на верхнем этаже или нескольких этажах многоэтажного дома, который имеет собственную террасу или так называемый собственный внутренний дворик. Такое новое явление, как пентхаус, пришло к нам из Соединённых Штатов Америки. Именно в стране небоскрёбов уже в двадцатые годы прошлого столетия зародилась мода строить роскошные дома и разбивать террасы на крышах высоток. В те времена ими обзаводились очень состоятельные бизнесмены, устраивавшие в таких квартирах помпезные приёмы и пышные вечеринки. С тех пор данный тип жилья остаётся символом богатства, роскоши и высокого статуса его владельца. В данном случае обращаю ваше внимание на те самые пентхаусы на верхних этажах, которые задекорированы и с внешней стороны практически не прочитываются. Внутреннее пространство изолировано, внутри решены богатое решение благоустройства, то есть на верхних этажах полноценный индивидуальный дом с внутренним бориком. Структура пентхауса создаёт эффект изолированного от окружающей среды собственного жилья, виллы, особняка в плотно застроенных центрах больших городов или городских агломераций. Как видите, на крыше высотного дома, на территории этого площади можно сформировать и коттедж, и виллу, и особняк. И главное, что примыкающая территория вам даёт и изоляцию, и индивидуальность ограниченности от всех рядом находящихся жилых структур. Кроме террасы, пентхаус также может быть оборудован зимним садом и бассейном. Ну и также со всеми другими элементами, сопутствующими при индивидуальном доме. Может быть и разбит сад на крыше, решены элементы благоустройства. Современный пентхаус имеет от двух до четырёх уровней с высотой потолков вплоть до десяти метров и площадью от двухсот до шестисот метров. Изюминкой такого жилья считается панорамное остекление, позволяющее наслаждаться восхитительным видом на разные стороны света. Пентхаус не зря считается предметом роскоши. Дело в том, что в доме может находиться всего лишь одно жильё такого рода, а это означает его уникальность. Застройщики прекрасно это понимают и потому нередко устраивают для них персональный подземный паркинг и отдельный лифт. Пентхаус обозначает роскошные и дорогие апартаменты, откуда открывается панорамный вид. Одноквартирные дома с земельными участками и надворными постройками – традиционное жилище, распространённое во всех регионах страны. В настоящее время одноквартирный дом, несмотря на множество новых типов, не утратил своего значения, как тип дома, наиболее полно приспособленный к ведению развитого личного подсобного хозяйства. И в данном случае вам предлагается пример многоэтажный, по-моему, даже это торговый центр с большой площадью, в данном случае кровли, где площадь эта разделена и отведена под индивидуальное жильё, под приусадебные участки. Ещё один тип жилья – таунхаусы. Дословно «таунхаус» переводится с английского как «городской дом». На самом деле таунхаус – это промежуточное звено между частным домом и квартирой. Таунхаусы представляют собой комплекс двух- или трёхэтажных домов, совмещенных общими боковыми стенами и единой архитектурной концепции. Отдельные дома, соединяемые общими стенами, дают вот такое решение такого типа жилья. При этом владелец каждого спаянного дома имеет индивидуальный вход, подъезд, систему отопления, гараж и небольшой участок перед домом. Общими остаются только стены между двумя домами и крышей. Распространённой разновидностью таунхауса является дуплекс – два объединённых коттеджа или дом на два хозяина. Таунхаусы отлично вписываются в городскую среду. Планировка таунхауса предполагает, что на первом этаже располагаются помещения общего пользования, то есть тот же принцип коттеджа здесь включён, то есть это прихожая, кухня, гостиная, санузел и тому подобное. На втором этаже зона работы и отдыха – спальня, кабинет, библиотека и так далее. Иногда в таунхаусе предусмотрен цокольный этаж, в котором может быть предусмотрен спортзал, бильярдная, бассейн и так далее. Для таунхауса также обязателен гараж с индивидуальным подъездом. Следующий вид дома – дом с мезонином. Мезонин – надстройка над средней частью дома, имеющая собственную крышу и боковые стены. Особенностью является её центральное симметричное расположение, чаще всего прямо над центральным входом. Преимущество дома с мезонином является получение обособленного уединённого помещения, такого, как, например, кабинет, спальня, мастерская, библиотека, помещения с различными вспомогательными функциями. Пред вами представлен проект дома с мезонином в современной интерпретации. Может выглядеть и вот такого характера современный индивидуальный жилой дом. Дом с мезонином, то есть с отдельной структурой жилого пространства, выявленного на объёмно-пространственной структуре внешнего облика формы, придаёт ему также и художественную выразительность. Далее, ещё один вид жилья – это дома на рельефе. Дом на рельефе в большинстве случаев становится весьма выразительным архитектурным сооружением. Просторные видовые террасы и большие окна, недоступные по стороннему взгляду, позволяют впустить в природу пространство дома. Дома на рельефе очень разнообразны, но важным аспектом его является это доминирование в художественном облике конструктивных особенностей. Загородный дом. Или, иначе говоря, мы это чаще всего называем дачей. Дача – это загородный дом для городской семьи, как правило, неиспользуемый для постоянного проживания с минимальным набором удобств. Как видите, всё для отдыха, где в большей степени идут открытые пространства, для закрытых пространства минимальны. Проживание в них предусмотрено только в летний период. Они могут строиться из более облегчённых материалов, без применения особых утеплителей или без проведения систем отопления. Загородные дома также имеют разнообразный облик, образ, размер, геометрический вид. Всё зависит от того, где располагается данный загородный дом, каково его назначение, на какое количество людей, как организуется пространство для какой функции. И, конечно же, градостроительная ситуация здесь играет доминирующую роль. Ну, конечно же, зависит и от непосредственно того организации того пространства, которое предполагается для проживания. Оно может быть достаточно насыщенным, организованной внутренней средой, а может быть абсолютно минимальной, в большей степени работающей на открытые, но тем не менее с предусмотренными региональными особенностями, с учётом защиты от солнечных лучей, от осадков, от ветровой нагрузки. Ещё один тип жилых домиков – это садовый домик. Это небольшое здание в саду или в огороде, который служит для хранения инвентаря. Это в маленьких садовых домиках, а в больших работающие на участке люди могут временно укрыться от дождя, принять пищу или даже переночевать в случае необходимости. Вид и облик также самый разнообразный. В соответствии с различной социальной ориентацией дома, они классифицируются на три основных класса. Дома могут быть для малообеспеченного населения, дома для среднеобеспеченного населения и элитные дома. Данный классификационный признак отражает реально существующую в жизни общества условную градацию всего населения на разные категории в зависимости от их степени материальной обеспеченности. Учёт данного фактора является важным элементом при определении таких основополагающих параметров дома, как площади застройки и отдельных помещений, состав и взаимоположения комнат, этажность, конструктивные решения стен, уровень инженерного оборудования и тому подобное. Для индивидуальных жилых домов, входящих в состав элитных, характерны такие потребительские требования, как расстояние от города. Оно должно быть в пределах одного часа. Дома должны отличаться высокой прочностью, долговечностью и низкой теплопроводностью стен и наличием инженерных систем. В данном случае перед вами представлен элитный коттеджный посёлок. Тот перечень, который мы сейчас озвучили, в данном случае учитывается и включается в структуру элитного жилья. Они могут быть и в виде элитного загородного дома, или элитной усадьбы, или загородного особняка. Элитное жильё, конечно же, реально отличается от любого другого. В последнее время всё больше интерес как у потребителей, так и у профессиональных участников рынка недвижимости вызывает концепция интеллектуального здания, которое зародилось в США в начале 80-х годов, прошлого века. Интеллектуальное здание представляет собой комплекс, в котором при помощи специальных технических средств созданы идеальные условия для проживания несанкционированного доступа, максимально рационально расходуются энергетические коммунальные ресурсы. Схема построения интеллектуального современного жилого дома включает в себя управление освещением, микроклиматом, то есть по заданным параметрам температуры и влажности воздуха система устанавливает локальные режимы работы устройства отопления, кондиционирования и вентиляции. Также в схему входит система безопасности, туда включаются видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, контроль доступа, контроль протечки воды. Входит также управление автоматикой и бытовой техникой, то есть управление рольставнями, шторами, жалюзями, перегородками, дверьми и другими. В схему построения интеллектуального современного жилого дома включается управление аудио, видеоаппаратурой и многозонным представлением звуковых и видеосигналов. Сюда же входят системы телефонизации, доступа к сети интернет, пожаротушения и дымоудаления. Видеодомофон, контроль качества воды, прием эфирного и цифрового спутникового телевидения, резервное электро- и водоснабжение, а также фасадное освещение. Рассмотрим эту схему построения интеллектуального современного жилого дома. Посмотрим, что оно себя включает из всего перечисленного чуть выше. Итак, в структуру интеллектуального дома входит управление охранно-пожарной сигнализацией, управление освещением, прием эфирного и спутникового телевидения, системы видеонаблюдения и домофона. Это защита от протечки воды, контроль открывания дверей и ворот, управление бытовой техникой, управление теплыми полами, управление температурой в доме, управление аудио и видеоаппаратурой, датчик движения, управление вентиляцией, кондиционированием, контроль открывания роля станет, и также управление поливом. Весь этот спектр как раз и предполагает под названием умный дом. По степени капитальности можно условно подразделить дома на три вида. Капитальные дома, быстро возводимые дома и мобильные дома. К капитальным относятся дома из капитальных строительных конструкций, которые рассчитаны на одноразовое возведение без последующей разборки. Срок службы таких домов составляет обычно 20-100 лет и более. Большинство проектируемых и построенных индивидуальных домов являются капитальными домами из каменных, железобетонных, деревянных и других капитальных конструкций со сроками службы на одном месте от 50 до 200 лет. Ко второму виду домов по капитальности относятся быстровозводимые дома из специальных, часто некапитальных конструкций, получивших название быстровозводимых. Быстровозводимые конструкции позволяют построить дом в сроки значительно меньшие, чем это предусмотрено для сопоставимых капитальных конструкций по нормам. Быстровозводимые дома также не рассчитаны на последующую разборку, а срок их службы аналогичен сроку службы капитальных домов. В качестве примера быстровозводимого жилья служат коттеджи из объемных блоков, панелей полной заводской готовности типа сэндвич, телескопических конструкций и других современных элементов. Сроки возведения подобных домов составляют от одной недели до нескольких месяцев. К третьему виду домов по капитальности относятся мобильные дома из специфических некапитальных конструкций, получивших название мобильных. Мобильные конструкции, как и быстровозводимые, позволяют не только построить дом в сроки меньше, чем из капитальных конструкций. Главным преимуществом мобильных домов является конструктивная возможность разборки и демонтажа всего дома или его части с последующим трансформированием и повторными или многократными монтажами и сборками дома на новых местах застройки. Сроки службы мобильных домов, как правило, меньше, чем капитальных зданий. Использование мобильного жилья является также перспективной тенденцией в мировом строительном процессе. Еще один тип дома, которые входят в специфические дома. Необходимо отметить в числе основных параметров в типологических рядах индивидуального жилья такой признак, как специфика дома. Специфические особенности индивидуального дома являются важным фактором, который необходимо учитывать на ранних стадиях предпроектных работ и проектирования. Число специфических домов можно оттеснить следующее. Это растущие дома, энергоэффективные дома, экодома. В данном случае вам представлен пример растущего дома. И поэтапно на различных стадиях можно как раз наблюдать его преобразование. Начинается с 90 квадратных метров, затем идут пристройки и надстройки, площадь увеличивается. Следующая стадия, максимум называется, где идет мощная надстройка, усиливается полезная площадь второго этажа. И, наконец, ультимейт стадия, где дополняется, еще усиливается и примыкает бывшая терраса, становится капитальной пристройкой. И таким образом площадь дома увеличивается, начиналась с 90 квадратных метров, увеличивается до 248. Рядом располагается также пример растущего дома, поэтапно наращиваемый и в конечном итоге приобретший вот такой окончательный вид. Энергоэффективные дома являются дома с рациональным использованием солнечной энергии для отопления, электроснабжения и других хозяйственных нужд в доме. Они имеют оригинальное объемно-планировочное решение, а также нетрадиционное инженерное оборудование. В данном случае представлен вот такой вот пример, который насыщен элементами активного и пассивного энергоэффективного дома, который получает максимальную экономию за счет использования природных условий того места, где этот дом находится. В данном случае еще один пример, и как мы уже с вами говорили, они имеют определенную специфику в своем внешнем облике подчиненным региональным условиям той местности, в которой они располагаются. Экологичное жилье, или оно еще сейчас называется зеленое строительство, стало практически лейтмотивом современной архитектуры. Экологичным называют дом, построенный из природных материалов. В данном случае представлен пример скандинавского дома, это историческая застройка, это не современный дом, но надо отметить, что именно тот опыт, заложенный на основе предыдущих поколений в данный момент, в данное время, в современном нашем архитектурном пространстве, исследуется и активно используется. Экологичные дома, это не только природные материалы, из которых они создаются, но еще и гармонично вписывающиеся в природную структуру. Давайте теперь, вот мы охватили с вами самые распространенные, самые широко используемые типы жилья, которые являются актуальными и на современном этапе. Но давайте теперь поговорим, о каковы тенденции, именно современные тенденции применяются, используются в проектировании индивидуальных жилых домов. Современное проектирование индивидуальных жилых домов позволяет не только сформировать комфортные условия проживания семьи, отвечая ее потребностям, но и оно должно выразить свою индивидуальность в образе жизни, восприятии мира и эстетических предпочтений. В данном случае вам представлен пример коттеджа с художественной галереи, которую польские архитекторы разработали. И вот представлено нашему обзору. Еще один пример современного решения жилья, где основная жилая структура организуется в грунтовой части сооружения. И отдельные блоки, жилые, индивидуальные, в данном случае скорее всего это спальни или это кабинеты, выявляются вот такие как грибочки, выращенные на полянке. А общая зона этого дома объединяется вот под грунтом. Одно из оригинальных таких вот решений с учетом энергоэффективности и экологичности. Еще один пример коттедж в виде минималистического решения, где в основу лежат природные строительные конструкции, где остекление доминирует вообще в принципе опоясывающее эту жилую структуру, тем самым как бы внутреннее пространство растворяется во внешней среде и находясь внутри, как будто находишься непосредственно в открытом, в открытой природной, природном окружении. Еще один вид современного жилья в виде треугольного характера, опять же в большей степени диктуемый при формировании структуры по энергоэффективности для того, чтобы обдуваемость ветра здесь скорее всего учитывалась и осадки достаточно, наверное, интенсивные. И в силу вот этих обстоятельств авторам было предложено вот такое решение, по сути дела мансардный дом в виде палатки или шалаша. И с одной стороны это и экологичный дом, то есть связанный как бы с зеленой архитектурой, вписывающийся гармонично в окружающую среду, ну и соответственно энергоэффективный. еще один пример, когда непосредственно образ объекта декламируется или концепция его основывается на окружающей среде. То есть именно рельефность окружающая данный объект становится концепцией для формирования жилой формы. Она становится неразрывной частью этого рельефа. С одной стороны четко читаемая геометричность, которая свойственная искусственной форме. с другой стороны динамика, решение плоскостей, строгость и рубленность, при этом просматриваемость и обзорность. Конечно же здесь учитываются и учтены ветровые нагрузки. Конечно региональный фактор здесь присутствует и учтен. и в результате получена вот такая структура жилья. Максимальное использование существующего природного окружения позволяет гармонично вписать объект, растворяя его в среде. Один из таких примеров в данном случае вам представляется дом на озере Цюрих. Мы тоже можем наблюдать, что часть дома, во-первых, дом на рельефе располагается, а в большей степени воспринимается как вилла с панорамным видом на окружающее пространство, где парковочные места и гараж располагаются в цокольном этаже, что придает данному объекту, оно камуфлируется, находится под грунтом, а соответственно дает характеристику экологичности. С другой стороны образ, облик данного объекта гармонично вписывается в рельефную структуру представленной природной среды. При небольшом участке строительства возникает необходимость изоляции от соседних строений. В этом случае ограждение из самостоятельных элементов преобразует часть жилого дома. В данном случае мы видим пример, но очень изолированного с точки зрения взаимосвязи с соседствующими объектами, то есть максимальная представленная изоляция. Но это не значит, что он полностью воспринимается как бункер и в нем нет связи с окружающей средой. Скорее всего, оно предусмотрено со стороны террасы. В данном случае мы видим витражное окно, которое включается в облик образа. Вполне возможно, что могут предлагаться световые фонари, располагаемые в потолочной части данного части жилого дома. То есть здесь должно обязательно учитываться все требования, которые предъявляются к организации среды того или иного, то есть иной семьи или заказчика. В противовес ему есть тип жилья, который наоборот абсолютно является как бы открытым и непосредственно внедренным в окружающую среду. Большое внимание уделяется в этом случае связи дома с участком, которое реализуется путем устройства балконов, террас, возведению отдельных летних помещений. В данном случае присутствует беседка, пергола связывает с жилой структурой дома. Мы видим здесь отдельные еще определенные некие постройки, бассейн, терраса, дорожки, благоустройства, то есть примыкающий участок, земельный участок, приобретает гармоничную связь с жильем и наполняет его элементами обогащения природными формами. Планировка квартир перестает быть среднестатистической. При ее разработке учитывается не только состав семьи, образ жизни, но и малейшие потребности и желания проживающих. Жилой дом может иметь как практически единое пространство, так и систему изолированных комнат по структуре, напоминающей гостиницу. В данном случае предлагается вот такой вот живой дом, по сути дела внедренный и ограниченный участком, но при этом имеет три этажа, где каждая из этажей имеет целые практически открытые пространства, в которых могут предусматриваться передвижные или трансформируемые перегородки, а могут быть абсолютно открытыми и давать зонирование в помещениях только при помощи оборудования. Еще один пример. Дом Канада. Разработчиками являются архитекторы, мексиканские архитекторы, где мы можем увидеть, так как опять учитывается региональный фактор, жаркий регион и доминирующее пространство первого этажа практически абсолютно открытые. На верхних этажах, опять же, по периметру максимально предлагается терраса. Цветовая гамма данного объекта светлая, чтобы иметь отражательный эффект от солнечных лучей. Мы видим, что оконные проемы достаточно в минимальном количестве тоже используются, опять же, с учетом региональности, чтобы не происходил дополнительный нагрев внутри помещения. При этом мы видим, что есть основной дом, есть гостевой домик, который входит в структуру ансамбля данного предложения. И на дальнем плане мы можем увидеть обеденную зону, которая бы объединяла и собирала или всю семью вместе, или же гостей и хозяйку. Еще один пример коттеджа. В данном случае мы видим, он очень своеобразный с учетом нашего восприятия, но тем не менее, если говорить о том, что это все-таки Англия, то своеобразная специфика и стилистика здесь достаточно узнаваемая. И как видим, первый этаж коттеджа практически лишенный изолированности пространств, открытая. Вполне допускаю, что присутствуют здесь те самые перегородки, которые могут быть, трансформироваться при необходимости. И обратим внимание, какой план этого коттеджа здесь предлагается. Не используются традиционно перпендикулярно параллельные формы, а именно диктуются самим образом, обликом, основанным на треугольной основе. Она же гармонично включается и внедряется в организацию среды жилого пространства. Также отдельные комнаты могут быть несколько больше нормативных. Например, ванные комнаты могут быть не только местом гигиены, но и отдыха. А наряду с этим могут быть и полный или частичный отказ от некоторых зон и комнат. Например, кухня может быть заменена на кухню-нишу. В данном случае обратим внимание, что большая-большая зона, в буквальном смысле открытая. Зонирование определено оборудованием, то есть размещением того или иного оборудования, уровневостью размещения зон тихая, то есть зона отдыха, обеденная зона, зона приготовления пищи и, скорее всего, зона санитарно-гигиенического обслуживания. Тенденции диктуют и современные технологии и конструкции. В зависимости от потребностей они позволяют строить быстро, качественно, недорого или же возводить уникальные инженерные сооружения. И перед вами как раз один из таких примеров, где в основу, во всяком случае, это загородный дом, где его основное организованное жилое пространство сосредоточено на первом уровне, а кровля решена такими оригинальными, мощными элементами перекрытий, что придает этому объекту своеобразие, индивидуальность и художественную выразительность. Конструкции являются художественно-выразительным архитектурным элементом, то есть в зависимости от того, какие конструктивные элементы мы используем, какие материалы для отделки применяем, насколько эти конструкции с точки зрения современных тенденций инновационны, насколько они оригинальны. Часто данные объекты полностью лишаются, я имею в виду об индивидуальном жилье, полностью лишают нас традиционного его восприятия. своеобразная ломка мышления, чем творческая направленность автора, архитектора позволяет взглянуть на ту или иную поставленную задачу совершенно в новом контексте. В последнее время во всем мире остро стоит вопрос рационального потребления энергоресурсов, что в свою очередь сформировало отдельное направление в индивидуальном жилом строительстве, то есть энергоэффективные жилые дома. Все чаще и чаще образ объекта, имеется в виду жилого дома, подчиняется именно рациональности и экономичности возможности использования энергоносителей из природной среды. И в этом случае облик энергоэффективных домов бывает очень своеобразным. Проектирование их базируется на научных исследованиях по применению сбережению, рациональному распределению и разработке энергетических ресурсов. То есть сама концепция, геометрический вид, положение формы, в данном случае пространство, его размер, цветотневая характеристика, цвет, все диктуется и подчиняется именно на использование природных энергетических ресурсов. Современный индивидуальный жилой дом это архитектурное сооружение, удовлетворяющее функциональные, эстетические потребности семьи, гармонично вписанное в окружающую среду, позволяющее рационально использовать энергетические ресурсы. Малоэтажные дома, выполненные по индивидуальному проекту, весьма разнообразны. Современные технологии позволяют застройщикам возводить жилые строения различных конфигураций с учетом всех пожеланий застройщика. Вот, по сути дела, вся та информация, которая планировалась на сегодняшний объем лекции. Для того, чтобы проверить свои знания, насколько вы охватили эту информацию, еще раз проверить себя, насколько все ли вы для себя приняли во внимание, вам предлагаются вопросы для самоконтроля, а также список рекомендуемой литературы, для того, чтобы еще глубже, еще насыщеннее и подробно разобрать сегодняшнюю разбираемую тему. На этом позвольте вас поблагодарить за внимание и до новых встреч! Странное удоброе! Субтитры создавал DimaTorzok